Своя собственная образовательная программа, инновационный подход и интерактивные доски – это далеко не весь список условий для участия в конкурсе на лучшую подготовку к новому учебному году. Ежегодно его проводит Минобранауки КБР. На этот раз среди участников 38 гимназий республики. В финал вышли единицы. Лучшими признаны первая прогимназия Боксана и 41-я Нальчика. О процессе перехода на новый образовательный стандарт Фатима Магомедова. Условия, заявленные в новых стандартах, необходимо было создать до начала учебного года. Каждую школу обязали составить свою образовательную программу. Еще в 2010-м принятая в разработку инновации была нацелена на развитие самостоятельности каждого учебного заведения. 41-я прогимназия удалось воплотить госпрограмму. Стандарты требовали нового технического оснащения. Компьютеры, интерактивные доски, современный школьный инвентарь, мебель – все это здесь сегодня имеется. Главные условия – это сохранность того, что ты имеешь на сегодняшний день и развитие материальной базы. В смотре конкурса на лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году 41-я прогимназия Нальчика заняла первое место и получила грамоту администрации города. Уже позже за победу в республиканском конкурсе учреждению вручили диплом первой степени Министерства образования и науки Кабардино-Балкарии. Несмотря на жесткую конкуренцию, а участников было 38, гимназия одержала победу на каждом этапе. Сегодня руководство общеобразовательного учреждения продолжает работать, следуя одному только правилу. Чужих детей не бывает. Какой бы ребенок ни пришел сюда, это наш ребенок. И мы хотим, чтобы он себя здесь чувствовал очень хорошо и комфортно. Вот, наверное, для этого и участвую в этих конкурсах. Не просто воспитывать и не просто учить. Развитие навыков, творческих способностей, задачи, которые ставят перед собой не только педагоги, но и родители. Они уже поздравили друг друга, назвав эту победу общей. Василий Магомедов, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.